Здравствуйте! А вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Мы хотим вам рассказать о наиболее значимых событиях, произошедших за последние две недели сентября в Казанском федеральном университете. Давайте вкратце перечислим их. В Казанском федеральном университете. 190-летний юбилей основоположника Казанской химической школы Александра Бутлерова и цикл мероприятий, посвященных великому ученому Казанского университета Евгению Завойскому. 17-е всероссийское с участием ученых из разных стран микропалеонтологическое завещание в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Событий много, но надо сказать, что далеко не все, произошедшее здесь, было отражено. Мы выделили для вас только то, что посчитали наиболее важным и значимым. Известие о повышении заработной платы, объявленном на последнем ученом совете университета, без сомнения, в этом контексте на первом месте. Ректор университета Ильшат Гафуров дал в связи с этим подробное интервью в программе Юрия Лаева «Акцент». Фрагмент этой программы предлагаем вашему вниманию. И мы как-то договаривались на ученом совете, что по мере возможности мы всегда будем учитывать уровень инфляции и стараться поднимать базовые компоненты заработных плат на этот уровень. Я вам приведу пример маленький, который говорит об абсолютных цифрах. По итогам 8 месяцев средняя заработная плата докторов наук-профессоров, то есть по категориям, профессор, доктор наук, по итогам 8 месяцев составила в университете 80 тысяч 145 докторов наук. Конечно, могут сказать, что мы получили только 50 тысяч, кто-то получил за 100 тысяч. Вот чтобы этих споров не было, мы поднимаем базовую составляющую. Это при условии базы докторов наук 50 тысяч 558. Они будут получать 53 тысячи 86, значит, при условии поднятия на 5% вот этой базовой. Мы еще раз хочу подчеркнуть, мы поднимаем базовую, мы не говорим. А дальше все премиальные премии, надбавки, доплаты, они осуществляются, исходя из базовой части. Вот еще один пример. Вот заведующий кафедр, их тоже у нас более, ну, достаточно много, более 300, да? Заведующий кафедр и средняя заработная плата по итогам 8 месяцев была 109 тысяч 182. Я вот выписал себе, а при базе 60 тысяч. Вот у заведующих кафедр база будет 63 тысячи, это уже на 3 тысячи. Вы задали вопрос, доцент, кандидат наук. Доцент, кандидат наук, средняя зарплата по 8 месяцам была 64 тысячи 920. А клады надбавки? Да, ну, гранты, то есть университет ведь это инфраструктура, которая дает возможность людям, участвуя в разных грантах, выполняя хозяйственные договора с компаниями, зарабатывать. Так вот, у доцентов средняя зарплата, я уже сказал, что у кандидатов наук 64 тысяч 920 была по итогам 8 месяцев. При базе, то есть минимальные оклады, у них были 40 тысяч 72. Будет 42 тысячи 0,76, то есть на 2 тысячи поднимается. Получается, в среднем оклад составляет около 60-70 процентов от совокупного заработка, да? Да, совершенно правильно. Мы к этой цифре должны прийти. У нас базовая зарплата должна составлять не меньше 60 процентов. Но это в среднем по категориям. В действительности у кого получается как, да? То есть у людей получается по-разному. Как активнее чем? Ну, я условно, да. База 50 тысяч, я условно говорю. Они активно работают и получают в среднем 100 и больше. У нас очень много молодых ребят, кандидатов наук, у которых средняя заработная плата по прошлому году вышла более 200 тысяч рублей. Конечно, можно сказать, это хорошо, но ответить на вопрос, это много или мало, это тоже условно. Все зависит от того, с кем сравниваешься. Все надбавки и все премиальные выплаты, они исходят из базовой составляющей. И будет зависеть от того, как много в размере мы будем выплачивать премию. Все говорят, и уже к этому тоже большинство привыкли, что премия бывает там ежеквартальные, к праздникам. Но это тоже зависит от того, как сработал университет целом. У нас немаленький коллектив, у нас более 10 с половиной тысяч работающих в университете. И разговор ведь идет о том, что все сотрудники должны почувствовать это увеличение. Мы продолжаем нашу программу «Контекст» телеканала «Универ ТВ» и хотим вам рассказать о неординарном проекте Российской благотворительной организации «Русфонд» и Казанского федерального университета. Речь идет о первом в России регистре доноров костного мозга. В чем суть проекта? Что за этим стоит? Давайте разбираться поподробнее. Когда у взрослого человека обнаруживается рак, это большое горе. Когда страшный диагноз ставится ребенку, это трагедия. К счастью, по данным статистики, злокачественные опухоли занимают весьма скромное место. Исключение составляет разве что лейкоз или, проще говоря, рак крови. При ряде заболеваний и прежде всего при раке крови спасти жизнь пациента может только пересадка костного мозга. В большинстве случаев это пересадка от неродственного донора. Однако подобрать неродственного донора очень сложно. Для каждого из нас генетически совместимым оказывается примерно один человек из десяти тысяч. Чтобы решить эту проблему, в мире с 1974 года активно создаются регистры потенциальных доноров. В России есть организация, способная решить данную проблему. Ее название «Русфонд». Занимаясь поиском решения проблемы и искав партнеров по всей России, «Русфонд» вышел на Казанский федеральный университет. Сейчас обе стороны планируют реализовать совместный проект и открыть регистр доноров костного мозга, где потенциальные доноры смогут сдать клетки своего костного мозга для своих генетических близнецов. Национальный регистр костного мозга, идея создания его была несколько лет, возникла благотворительная организация «Русфонд». И эта идея в том, что чем больше людей войдут в этот регистр и сделают анализ по подбору доноров костного мозга, тем быстрее будет людям, которые нуждаются в пересадке этого, при онкологических заболеваниях, найти себе подходящего донора. У нас порядка 4-5 тысяч потребностей пересадок по стране, и мы чрезвычайно благодарны Казани и Казанскому университету за то, что они откликнулись на наши предложения. «Русфонд» некоторое время назад выбрал Казанский университет в качестве базового учреждения для формирования российского регистра костного мозга. Оборудование, которое сегодня есть в нашем университете, а самое главное – сформированный человеческий капитал, то есть наши ученые, подаватели, они показали свои возможности для этой работы. Вы знаете, на площадке университета проводится в области медицинской науки достаточно большое количество различных мероприятий, в основном они носят научный образовательный характер. А вот то, что мы сегодня присутствуем здесь, по сути, и даем старт формированию регистра костного мозга, это приложение, прямое приложение всех тех наработок, которые сделаны нами, всех наработок, которые сделаны сегодня. Казанский университет выбран в качестве партнера не случайно. Наличие высокотехнологичной инфраструктуры, лабораторий, имеющих возможность проведения типирования образцов, стало одним из основных аргументов начать сотрудничество. Формирование регистра доноров костного мозга в республике Татарстан, учитывая уникальное генетическое разнообразие населения, поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре найти неродственного донора, спасая тем самым сотни и, может быть, тысячи людей. В Казани проект реализуется по следующей схеме. Университет предоставляет техническую базу, а благотворительный фонд обучает специалистов и выделяет финансирование. И для того, чтобы создать этот национальный регистр, нужна была инфраструктура, которую Русьфонд искал в Российской Федерации. И, к счастью, в Казанском федеральном университете есть такая инфраструктура. У нас есть машины, которые способны на большое количество типирований, на большое количество анализов проводить эти исследования. И Русьфонд несколько лет назад обратился в КФУ, рассматривая нас в качестве партнеров, чтобы создать некое предприятие. Сотрудничество между КФУ и Русьфондом будет крепнуть. Русьфонд считает, что национальный регистр должен расти в пятеро быстрее, чем сейчас. Надо довести прирост доноров до 50 тысяч человек в год. И проблема тут не только в материальной базе, но и в самих донорах. В России сотни тысяч людей готовы стать донорами костного мозга. Значит, нужны десятки донорских центров, способных не только принять волонтеров на типирование, но и забрать костный мозг. Донору должно быть удобно. Центр должен быть под рукой. Все эти и многие другие вопросы совсем скоро снова станут центром внимания в Казанском университете. Уже в ближайшее время Альма-Матер посетит президент Русьфонда, подробности с визита которого мы расскажем вам в наших ближайших выпусках. Надо понимать, что когда мы говорим о национальном регистре доноров костного мозга, то речь идет о базе данных, где содержится информация о россиянах, согласившихся предоставить свои кровотворные стволовые клетки для спасения жизни тех, кто остро нуждается в трансплантации костного мозга. У моего коллеги Рустама Вафина свой взгляд на эту тему. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. История с Русьфондом, а это крупнейшая в России благотворительная организация, помогающая детям с онкологическими заболеваниями, есть наглядное подтверждение этой старой житейской мудрости. Напомним, на минувшей неделе Русьфонд на базе Института фундаментальной медицины КФУ запустил крупнейшую в России лабораторию генетического типирования доноров костного мозга и создал совместно с Казанским университетом национальный регистр таких доноров. Но надо понимать, что весь этот проект, все те немалые средства, что вложил Русьфонд в свою казанскую лабораторию, стали возможны лишь благодаря наличию в Казанском университете лабораторного и, что еще более важного, кадрового потенциала – людей, способных проводить сложные генетические исследования в объемах к близким промышленным. При этом надо понимать, что медицинское научно-образовательное направление в КФУ, где сконцентрировано этот лабораторный и кадровый потенциал, оно возникло совсем недавно, во многом с чистого листа, и для появления этого потенциала были приложены колоссальные усилия. По сути, медицинское научно-образовательное направление стало стратегическим направлением развития КФУ, той точкой, где концентрируются ресурсы университета и внимание его руководства. Возможно, даже в ущерб иным, более старым, маститым направлениям. Но почему медицина? Почему фундаментальная медицина была выбрана в качестве точки приложения сил? Причин много, и они неоднократно озвучивались. Понятно, что за медицинским направлением имеется серьезный коммерческий потенциал. Понятно, что генные исследования – это относительно новое, чрезвычайно перспективное научное направление. И в нем еще возможны прорывы, которые могли бы принести научную славу, Казанскому университету. И эти прорывы не требуют постройки андронного коллайдера, как требуют сегодня прорывы, например, физики. Но мне бы хотелось обратить внимание еще на один аспект, на, скажем так, конъюнктурно-политический аспект. В середине 70-х годов в тогдашнем Советском Союзе бурное развитие получило такое медико-биологическое направление, как геронтология – наука о старении биологического организма, в том числе организма человека. Сложилась сильнейшая школа. Появление этой школы было вызвано не потребностью общества, а потребностью узкого круга лиц, но весьма влиятельных лиц – руководителей Советского государства. Члены тогдашнего политбюро стали входить в возраст, и поддержание их жизненного тонуса, активности, стало рассматриваться как задача государственной важности. Соответственно, средственные исследования в этой области не жалели. Сегодня мы наблюдаем похожую картину. За последние десятилетия в России появилась узкая прослойка очень влиятельных лиц. Они обеспечили себе невероятно высокий уровень жизни, жизни, которую они заинтересованно растянуть на максимально возможный срок, в том числе и в биологическом смысле. А между тем медицина на основе генетических данных человека, которая получила развитие в Казанском университете, именно эта высокотехнологическая медицина, медицина на стыде таких наук, как биология, химия, физика, именно она сегодня сулит прорыв в вопросах долголетия. Надо понимать, что эта самая прослойка, которая заинтересована в этих вопросах, она распоряжается всеми ресурсами нашего государства, и она готова направлять эти ресурсы в сферу фундаментальной медицины с куда больше охотой, нежели чем в фундаментальную химию, математику или физику, не говоря уже о вечном пасынке в гуманитарных науках. Сознательно или нет, но руководство КФУ уловило этот тренд, и концентрация сил и средств на медицинском направлении сегодня начинает давать свои плоды. В последнее время в Казанский федеральный университет зачастили гости из страны восходящего солнца. Если раньше на слуху все чаще это был мировой лидер в науке, японский научно-исследовательский институт Рикен, то ближе к осени мы все чаще и явственнее слышим Канадзавский университет. В Институте физики состоялся первый симпозиум между Казанским федеральным университетом и Канадзавским университетом. Тема симпозиума звучит как фундаментальная наука и новые технологии для устойчивого развития в 21 веке. Он проводится в рамках программы грантов, которая была выиграна Канадзавским университетом совместно с КФУ. Это грант правительства Японии подготовки лидеров 21 века. Уже более 30 лет ведется плодотворная работа между университетами. Впечатления у гостей из Канадзавского университета только самые положительные. Я уже во второй раз приезжаю в КФУ и всегда нас встречают здесь очень тепло. Мы очень надеемся, что после этой встречи наше сотрудничество только укрепится. Симпозиум будет проходить два дня, где профессора Канадзавского университета, а также Казанского федерального университета выступит с докладами и презентует свои работы перед участниками симпозиума. Важным событием станет и открытие офиса Канадзавского университета в КФУ. Мы работаем так, что обмены между нашими двумя университетами превышают в некоторых случаях страновые обмены. В этом году мы уже приняли 80 студентов из Канадзавы и больше 30 студентов из Казанского университета посетили университет. Это не за ним полный год. Мы сегодня договорились о том, что помимо той программы двойных дипломов, которая открыта 1 сентября у нас в области физико-математических наук, видимо, на следующей неделе будет подписано соглашение в университете Канадзавы о том, что программы двойных дипломов будут по всем областям знаний, где представлены наши университеты. Кроме того, 8 октября ожидается визит президента Республики Татарстана Ростана Маргалевича Мениханова в университет Канадзавы, где мы также расскажем об опыте нашего взаимодействия с университетом, с префектурой. И надеемся, что стратегическое партнерство с университетом Канадзавы будет только расширяться. В частности, в программу президента включено посещение мирового центра исследований, который находится университет Канадзавы в области атомно-силовой микроскопии, в области нанонаук в живых системах. Это мировой центр действительно, поскольку руководитель этого центра в этом году номинирован на Нобелевскую премию, проводит исследование передового уровня в лабораториях этого института. И следующий момент – это очень интересная лаборатория по созданию беспилотного автомобиля. Как вы все знаете, наш университет также участвует в таком проекте с КАМАЗом. Университет Канадзавы создал беспилотный автомобиль на базе автомобиля Toyota. Есть свои наработки, которые позволяют автомобилю очень хорошо ориентироваться в городе. Я думаю, что такой обмен исследований в этой области будет также полезен обеим сторонам. В Казанском федеральном университете состоялось открытие офиса университета Канадзавы. Право первым переступить через порог нового кабинета получили ректор КФУ Ильшат Гафуров и вице-президент университета Канадзавы Еши Атани. Открытие офиса университета Канадзавы в главном здании КФУ – результат договоренности, достигнутой в октябре 2017 года, где представители КФУ встретились с президентом университета Канадзавы Каицу Ямазаки. Именно на этой встрече они говорили о создании на базе японского и казанского вузов офисов университета партнера. В рамках открытия офиса обсуждали реализованные проекты и дальнейшие планы, ведь сотрудничество между университетами ведется уже более 30 лет. Все вопросы господин Атани, которые были поставлены в рамках реализации нашего совместного проекта, сегодня идут, кажется, неплохо. На встрече присутствовали также и гости – представители японского университета Синьсю. Я вас тоже приветствую и надеюсь, что мы с вами станем такими же добрыми друзьями, как и с представителями университета Канадзавы. Цифровая экономика стучится к нам в дверь. Интеллектуальная информационная система окружает нас уже сегодня повсюду. Одна из таких систем, которую мы носим с тобой – это наш смартфон. Так что же это такое – цифровая экономика? Откуда она свалилась на нашу голову? Предоставим слово участникам ток-шоу, которое проходило в телевизионном шоу-руме высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Когда была изобретена паровая машина, создана была индустрия 1.0. Потом у нас появилось электричество массовое производство – это индустрия 2.0. Затем появилась автоматизация – это индустрия 3.0. Если вы видели роботизированные автомобильные производства, где роботы штампуют части, сваривают их в автомобиль, это на самом деле индустрия 3.0. Это вчерашний день. А вот индустрия 4.0 – это как раз следующий шаг. Это то, о чем мы говорим, когда упоминаем цифровую экономику, например. Это индустрия так называемых киберфизических систем. Вот такое страшное на самом деле название. Что я хотел сказать? Почему я вообще заговорил об индустрии 4.0? После каждой вот этой индустриальной революции проходило достаточно много времени, прежде чем эти изменения сказывались. Например, первая паровая машина в 1705 году появилась. Только в 1769-м ватт ее усовершенствовал так, что она стала достаточно производительной. И спустя еще достаточно много лет мы наконец-то стали наблюдать промышленную революцию. То же самое с электричеством. Там еще Фалес экспериментировал с электричеством. И янтарную палочку намагничивал. Но прошло достаточно много времени, прежде чем это электричество дало возможность создать массовое производство, электрический двигатель. То есть то, что, собственно, Майкл Фарадей сделал значительно позже, это уже у нас 19-й век. И первый фордовский конвейер, самый успешный, как пример массового производства, это уже 1908-й или 1903-й, по-моему, год. То есть это проходили столетия после того, как что-то было изобретено, до того, как это давало какой-то рост в смысле экономики. А теперь мы ускорились. То же самое происходит с компьютерами. Да не совсем так. Компьютеры – это на самом деле тот самый паровой двигатель, если хотите, или электрический двигатель, или массовое производство. Прошло некоторое время, прежде чем мы, во-первых, накопили данные, с которыми что-то можно делать. Мы накопили определенные компетенции, знания того, что можно делать с этими данными. И вот сейчас это начинает приводить к следующему скачку. Причем после того, как началась индустриализация, если вы посмотрите благосостояние человечества, то кривая благосостояния начала экспоненциальный рост. И вообще говоря, сегодня экспоненциальный рост наблюдается в целом в ряде отраслей. Это, как вы знаете, закон Мура в производительности микросхем. Это удешевление единицы хранения данных. Вот Антон, наверное, подтвердит. Каждый раз удвоение, да? Удешевление, да. Удешевление единицы вычислительной мощности. Очень много, на самом деле, областей, где вот этот экспоненциальный рост наблюдается сегодня. Когда мы переходим к экономике знаний, или экономике данных, или, если хотите, цифровой экономики, мы говорим о том, что этот рост станет еще круче. Основное, это первое. Это страновая конкуренция. И страны сейчас будут конкурировать. И это нарастает до определенного момента, когда вот Айрат Хосянов говорил про паровую машину и про Фарадея. То есть, проходит какой-то определенный период. И вот мы сейчас находимся с вами в точке, когда этот период мы пересекаем. Когда объем данных сегодня такой, что сопоставляя их, мы можем получать новые виды добавленной стоимости. Вот в этом, собственно, цифровая экономика состоит. Перекон количество в качество, да? Да, это как раз добавленная стоимость, которая дает вот этот квантовый скачок. Страны сегодня будут конкурировать с платформами. Это платформы доставки, это платформы логистики, это платформы здравоохранения, это платформы образования, это платформы управления дронами. Знаете, например, вот платформа управления полетами судов воздушных в Российской Федерации, она использует и зарубежные компоненты, очень много зарубежных компонентов. Тоже очень важно. И сегодня, например, поднимите руку, какова есть пластиковая карточка для расчетов? Да. Вот это, поднимите руку, какова есть пластиковая карточка МИР? Да, вот это национальная платежная система. Но у многих есть еще и вторая платежная система, которая не принадлежит Российской Федерации. И это вопрос технологического суверенитета еще в том числе. Сейчас мы видим, конечно, вот есть нарастающие тенденции, вот такие, что вот страны и так далее, но каждая страна, а Россия, да, при этом важно отметить, что рост такой взрывной цифровых технологий, он будет даваться именно тем странам, и платформы смогут создавать именно те страны, у которых большой внутренний рынок. Это примерно вот 200-250 миллионов человек. СССР в этом смысле был идеальной страной. Он имел все географические широты, он имел все часовые пояса, и он имел численность населения, сравнимую с нынешним Соединенных Штатов. Тем не менее, в России считается, что самые умные, одни из самых продвинутых продуктовых компаний. Их очень мало, к сожалению, их около 10. Вот, это Mail.ru, это Яндекс, ряд других компаний, которые разработали собственные уникальные продукты. У нас полно компаний, занимающихся информатизацией, но компаний, которые занимаются продуктами, не так много. Это очень сложно, потому что, чтобы продукт развивался, его нужно иметь, растить на внутреннем рынке. Вот, в общем, скажем так, скачок с данными в цифровую революцию, он именно сейчас происходит, потому что он помогает формировать платформы. В контексте тренда цифровой экономики в Казанском федеральном университете за последние две недели сентября прошли научно-образовательные события. Сейчас мы вам расскажем о них. 14 сентября состоялось открытие Международной научно-технической конференции IEEE Istves Design and Test Symposium. Мероприятие прошло на базе Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Конференцию открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Хочу еще раз обратиться к вам и поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность, приехали в столицу нашей республики Казань, наш Казанский федеральный университет. И отдельные слова благодарности хотел сказать организаторам за то, что выбрали в качестве встречи именно нашу площадку. В симпозиуме приняли участие эксперты из различных стран мира. В рамках дискуссии был представлен обзор современных тенденций и последних достижений ученых в области создания цифровых систем. Для Казанского федерального университета, с одной стороны, это большая честь принимать столь значимое мероприятие, с другой стороны, итоги в виде статей будут опубликованы в сборнике трудов, которые индексируются в скопус и веб-овсайенс. В программу конференции было принято 156 научных статей. Конференция продлилась до 17 сентября. На закрытии участники были награждены дипломами. 26 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета стоялось открытие 42-й школы конференции «Информационные технологии системы-2018», которая организована совместно с Институтом проблем передачи информации Российской академии наук. Это уникальная школа для обмена научным опытом и стимулирования новых идей открытий. Молодые участники конференции обсуждают актуальные задачи из разных областей знания. Это школа-конференция для молодых ученых, которая собирает ведущих программистов, специалистов во всех областях и молодых начинающих ученых, инженеров, тех, кто заинтересован информационной технологией. Выездные школы дают возможность сверить часы, обменяться идеями, обнаружить неожиданные пересечения. Не менее важно и перемещаться в неформальном общении, из-за чего школа не организуется в Москве, а в разных городах России. Мы сотрудничаем с Казанским федеральным университетом уже заметное время. Сотрудничаем, прежде всего, по линии исследований в области биоинформатики. Наши биоинформатики здесь очень завсегдатые в Казани. Очень приветствовали мы создание Международного математического центра на базе Казанского федерального университета, состоявшегося в прошлом году. И вот в этом мы привезли сюда нашу ежегодную традиционную школу конференции молодых ученых. Казанский федеральный университет 19 сентября в честь 190-летия Александра Бутлерова состоялся ряд мероприятий. Начался праздничный день с традиционного места – у памятника Александра Бутлерова. Здесь сотрудники и студенты КФУ собрались, чтобы почтить память великого предшественника. На торжественном мероприятии принял участие ректор Казанского университета Эльшат Гафуров и возложил цветы к монументу. Это мероприятие мы проводим каждый год в день рождения Бутлерова, но поскольку сейчас исполнилось 190 лет Александру Михайловичу, то церемония более торжественная и включает целый комплекс мероприятий. Университет великий, Бутлеров великий – это самое главное, что приходит в голову. Действительно, университет – это колыбель российской школы органической химии. Бутлеров был и ректором. Бутлеров создал такую теорию, которая в органической химии используется до сих пор. Недаром же Казань называется столицей органической химии. После торжественного возложения цветов все желающие отправились в Казанскую химическую школу. Здесь, в Бутлеровской аудитории, состоялось праздничное заседание сотрудников и студентов Химического института КФУ. Основными темами обсуждения стали жизнь, наука и творчество известнейшего казанского ученого. Потому что именно здесь и велась его самая активная деятельность. Потому что здание было построено еще в 30-е годы 19 века, 1836 год. И с этого момента, собственно говоря, идет развитие химической, можно сказать, науки. Кульминацией праздничного дня стало открытие выставки под названием «190-летие со дня рождения Бутлерова» в фойе нового корпуса Химического института КФУ. Выставка рассказывает о том, что Бутлеров является одним из основоположников науки о пчеловодстве. О его увлечении бабочками, о том, что он занимался разведением разных сортов роз, что был заядлым охотником. Но одно из увлечений многие его друзья и соратники не одобряли. Это было модное и таинственное в те времена увлечение эзотерикой. Выставка наглядно представляет любимые занятия ученого, показывает широкий круг его интересов. Завершились мероприятия торжественным заседанием Ученого совета Химического института, посвященное 190-летию со дня рождения великого ученого. В Федеральном университете начали свою работу завойские чтения. В этом году мероприятие стартовало накануне дня рождения легендарного физика. В рамках завойских чтений состоялась открытая лекция Академика РАН Владимира Дмитриева. Темой его выступления стал магнитный резонанс в сверхтекучем гелии. Также в рамках мероприятия молодые участники имели отличную возможность представить устные доклады, посвященные особенностям применения магнитно-резонансных методов в решении фундаментальных и прикладных задач физики, химии, медицины и биологии. Завершились завойские чтения торжественной частью, а именно награждением лауреатов Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых. В Казани вручили международную премию имени Завойского за выдающийся вклад в применение и развитие электронного парамагнитного резонанса. Торжественная церемония состоялась в Академии наук Республики Татарстан. Эту премию присудили профессору Калифорнийского университета США Дэвиду Бритум. Было отмечено его новаторское применение методологии электронного парамагнитного резонанса для изучения металлоферментов. На присуждение премии приехали гости и ученые из разных стран мира. На вручении присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Международная премия имени Евгения Завойского была учреждена в 1991 году. За это время ею были удостоены более 30 выдающихся ученых из разных стран мира. 17-е всероссийское микропалеонтологическое совещание прошло в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Что же такое микропалеонтология и как она помогает нефтяникам в разработке новых месторождений, разбирался наш коллега Альберт Бекбов. На прошлой неделе в стенах нашего университета состоялось 17-е всероссийское совещание по микропалеонтологии. Что это за наука такая? Имеет ли она фундаментальное или прикладное значение? Об этом нам расскажет научный проректор КФУ Нургалеев Данис Карлович. Мы все с вами сталкиваемся в нашей жизни с объектами микропалеонтологических объектов. Просто палеонтологические объекты – это объекты, которые жили давно, в прошлом, в биологическом прошлом. 10 тысяч назад, миллион назад, 100 миллионов, 500 миллионов, миллиард лет тому назад. Это все микропалеонтология. Но если вы возьмете любой кусочек камня, любой осадочный кусочек, то там точно есть микропалеонтологические остатки. То есть этот камень охарактеризован вот этой живностью, которая жила вблизи вот этой породы, вот этого места, где образовался этот камень, этот осадок образовался. Поэтому эти остатки, они характеризуют условия, в которых образовались вот эти осадки. На какой глубине они образовались? При каких температурах это было? Это была Арктика, это был экватор там, это было там, где это было? Это была река, это было море, это было озеро. То есть можно определить по ракушкам, понимаете? А какое-то прикладное значение имеет? Вы знаете, вот любая информация о горной породе, о том, как она образовалась, да, колоссальная информация имеет для того, чтобы определить, скажем, какие ценные и полезные ископаемые находились в ней, в этой породе. В любой породе находятся они ископаемые. На самом деле песок тоже ископаемый, ценные и полезные ископаемые, да, глина тем более, да. Ну, естественно, там нефть, там золото, понятно, все это, да. Вот вы, например, пробурили скважину какую-то, нашли там плац, которым есть нефть, например, да. Вот для нефтонного месторождения что важно? Важно, чтобы был коллектор и покрышка. То есть коллектор – это порода, которая вмещает вот эту нефть, а покрышка, которая защищает, чтобы эта вот нефть не просочилась, не утекла, не окислилась, кто-то там не съел какие-то микробиологические, так сказать, сообщества, не сожжали ее. Вот, то есть две вещи, значит, коллектор и покрышка, да. Вот, например, вы пробурили скважину, нашли коллектор плохой, у вас там очень плохой коллектор, он глинистый такой, не пористый, не песок чистый там, да. Нашли лакушки какие-то там жили, нашли, ага, увидели, о, лакушки, значит, эти образовались там на глубине, вернее, жили на глубине там 5 метров там. Так, но вам нужно, чтобы было не 5 метров, скажем, не 50 метров, а было 1-2 метра, то есть пляж был, где песок у вас, да. Вы бурите в следующую скважину, находите там штамм ракушки, коллектор там такой же, но ракушки уже 40 метров, которые жили на глубине, да. Все, вы говорите, о, сюда не надо идти, надо в другую сторону идти, понимаете, то есть практически уже как бы человек-геолог, который бурит скважину, взял керниг, говорит, о, давайте в другую сторону бурить. Потому что мы пошли ближе к центру моря, там песка нет, там коллектор плохой, да. Это вот один такой пример, ну, чисто практически такой, грубый такой, да. Стратегический прикладной характер, если уже учесть. Прикладной характер колоссальный на этого дела. Вот, например, у вас покрышка есть, да. Покрышка тоже колоссальные качества имеет, не менее, чем сам коллектор. Покрышки нет, месторождения нет. Вы смотрите, качество покрышки ухудшается, у вас в какую сторону ухудшается, улучшается. Ну, вы можете, вы не всегда можете определить, а куда идти. Вот вы пробурили, значит, две скважины там в 20 метрах, там в 100 метрах друг от друга, не очень далеко. Нашли, что вот глина одна и та же, одинаковая глина. А вот ракушки-то показывают, что вот там-то ракушки более глубоководные. Вы говорите, вот там покрышка-то лучше будет у вас, понимаете, то есть и бурить в ту сторону. То есть вот это такой грубый практический пример, как эти ракушки. Было эволюционное совещание было. И такие совещания очень важны, потому что, ну, на них люди обмениваются, значит, их представлениями, значит, какие, что у них, что они нового нашли, как они применили это дело. Ну, вот сегодня особенно всех интересует практика. Поэтому было очень много докладов про вот эти вот уникальные отложения. Бажен, говорят, да, вот это вот отложение, которое там несколько сотен миллиардов тонн нефти залегает, вот российская, понимаете. Вот таких докладов было много очень, да. И это очень здорово, потому что сегодня палеонтолог, казалось бы, который, значит, вот кажется, что человек там в бачках поганели, помните, там, из Жюри Верна, да. Вот такой человек, он творит чудеса, на самом деле, которые сегодня никакая там компьютерная техника там не может сделать, да. То есть эта работа, она еще все остается, она такая колоссально интересная тоже, да. И, конечно, она привлекает молодых людей. У нас очень много молодых людей было, очень много молодых людей было. И вообще ведь в Казани вот миологический объект, он возник практически с открытием Казанского университета. И он развивался. И в Казани были сделаны удивительные совершенно открытия в области геологии, в области палеонтологии. Вот, например, интересно, что у нас очень большие были связи с геологами по всему миру, потому что первым-таки отложения Китая огромное количество. Особенно вот в Австралии, да. В Австралии есть такие же отложения, как вот здесь, ну вот на Волге. И татары есть даже. Нет, и татары, но татары есть и отложения, да. Как видите, микропалеонтология оказалась действительно интересной наукой, имеющей прикладное и стратегическое значение. И отрадно, что всероссийское совещание прошло именно в стенах нашего университета. А на этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст». И с вами был ведущий программы Ильдар Каримов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова